В прорубь за бодростью и здоровьем для Егора Матаева, ведущего телеканала Катунь24, погружение в купель стало традицией. В этом году зашел в ледяную воду в третий раз. Говорит, главное подойти к купанию ответственно, заранее подготовить теплые вещи, а после сразу бежать греться в баню. Тогда не только тело, но и дух будут здоровы. Это придает сил, ведь все мы прекрасно знаем, что в крещении случаются настоящие чудеса для человека. Но в первую очередь для меня лично я, наверное, не болею целый год. В столице края основную купель организовали на речном вокзале. Помимо нее установили снежную часовню. А чтобы никто не замерз, поставили баню и оборудовали теплые раздевалки. На лед выпускали по 50 человек. Священный обряд в этот день совершили больше 50 жителей и гостей региона. Одни погружались в ледяную воду впервые, а для других это стало традицией. Прыгали в одиночку и целыми семьями. Мне уже скоро 70 лет будет. Ну, после прыжка в прорубь легкость, вот. Прилив энергии, прилив сил. Поэтому я и хожу постоянно, ежегодно. Каждый год ходим. Дочь вот второй раз у нас купается. Она у нас закаленная. Ну, и вот не болела, да. Мы вот в прошлом году купались, она даже не заболела. Никто мы не заболел. И в этом году тоже решили прям тоже еще искупаться. Дух такой русский, человеческий. Все-таки вера в Бога есть. И поэтому, как бы, такой святой праздник, святой день. Всего в городах и районах края организовали 63 купели. В том числе в Бийске, Камненой Аби, Заринске, Белокурихе, Яровом и Рубцовске. В местах для крещенских купаний дежурили полиция, работники скорой медицинской помощи и спасатели. Все для того, чтобы погружение в купель было не только комфортным, но и безопасным. Евгения Князева, Екатерина Варкентин, Денис Кузьменко. Новости.